Дорогие наши друзья, всем большой привет! У нас раннее утро, и мы направляемся в Ростов. Первым делом я хочу всем вам выразить слова благодарности от своего имени и от имени Стаса за ваши поздравления, за ваши пожелания. Я была тронута в некоторых местах даже до слез. Второй момент, за который я хочу вас поблагодарить, это за ваши советы относительно квартиры, относительно общежития. Я к вам прислушалась. Дело в том, что мы обязательно рассмотрим вариант и квартир в том числе, но для того, чтобы это сделать, мы в первую очередь должны понимать, в каком корпусе, на каком адресе мы будем учиться. Мы пока этого еще не знаем. Мы не знаем по баллам, какой вариант комфорта он получит в общежитии. Если будет все нормально, уровень комфорта, то он, конечно, будет жить в общежитии. Если мы увидим, что там сильно совсем все плохо, то мы рассмотрим обязательно вариант квартиры. Чтобы найти квартиру, нам нужен еще какой-то компаньон, с кем мы будем ее снимать, потому что снимать одному, это очень накладно, очень накладно по деньгам. У нас таких зарплат нет, сколько стоит аренда квартир в Ростове. Если снимать там вдвоем, втроем, это один разговор. Если снимать одному, это вообще не вариант. Дальше. Общежитие в любом случае будет, это 100%, мы должны знать, куда через неделю мы приедем. И душа будет спокойна, что мы куда-то ребенка перевезли. Пусть даже это будут самые нехорошие, некомфортные условия, которые будут отнимать у него лишнее время. Но на месте он уже быстрее сориентируется, где, в каком районе искать квартиру, если уж в случае придется ее искать. В каком районе искать квартиру, с кем он будет это делать. И чтобы было близко, чтобы не ездить на учебу, а чтобы можно было в пешей доступности дойти до университета. Вот. И стоимость промониторит и так далее. У меня сын достаточно взрослый и сделает все, скажем так, не хуже меня. Но на месте. На месте это сориентироваться гораздо проще, чем дистанционно. Он в любом случае может поехать на объект, посмотреть эту квартиру, можно ли в ней жить или нельзя в ней жить. Может посмотреть соразмерность стоимости различных квартир. В общем, друзья, вы меня поняли. Все это будет у нас рождаться по факту. Но в данный момент мы едем, везем документы на поступление оригиналы и зададим ряд вопросов относительно документов, необходимых для зачисления, заселения в общежитие. Потому что, вот я же вам рассказывала, там некоторые справки, которые мне непонятно, где их брать. Вот. Ну и по возможности узнаем номер телефона, деканата нашего непосредственно. Куда им приходить, например, первого сентября, там и так далее. Ну, в общем, вопросы такие вот, которые даже хорошо, что мы едем сейчас. Саня, вот у нас Саша. Саша у нас отпросился с работы, потому что будний день, по-другому никак. Вчера в Ростове творились катаклизмы по погоде. Я была в ужасе, когда показали по телевизору. И град, и как обычно, ливневки не работают. И вообще. По колено воды. Я надеюсь, что сегодня нас Бог милует. У нас только сверкало вчера, как светомузыка вообще. Сверкало, сверкало, сверкало. Жара. Все равно стоит жара. И душегубка. Видимо, где-то рядом, потому что сверкало на севере. Видимо, где-то рядом, в соседнем каком-нибудь хуторе, который расположен на севере, прошел дождь, потому что влага, в воздухе влага чувствуется. У нас ничего не было. Ну, будем надеяться, что все пройдет хорошо. И поездка наша будет нормальная. Я, если честно, не люблю Ростов. У меня это движение, там оно просто вымораживает. Там нет правил дорожного движения, там есть правило, кто первый, тот и прав. Вот, поэтому ехать нам в центр города. В общем, друзья, все расскажу. О, как мы припарковались, друзья. Видали? Общежитие номер 5. Вот так. А ДГТУ у нас где-то там. Сейчас пойдем. Ох, я так нажимаю. Вот, друзья, мы у института. Красота какая. Это главный корпус университета. Пойдем сейчас искать, куда нам идти. Я бы такая, прям в фонтан бы нырнула. Жарко. Но ветерок есть, хорошо. Красиво. Это главный корпус. А в каком будем учиться мы, мы не знаем. Сидим на заправке, друзья, едем обратно. Я расстроена, а мы без толку прокатались. У нас отсутствует в аттестате сам маленькое приложение какое-то, которое мы вообще в глаза не видели. Или оно осталось в школе. Или оно утеряно. Я не знаю. Я вообще в глаза его просто не видела. Ну, в общем, документы у нас не приняли. Я созвонилась с классным руководителем. Он сказал, мы сделаем дубликат. Они сейчас все в отпусках. Он говорит, давайте приезжайте, звоните. Я говорю, буду всех поднимать на уши. И директора школы, и информатика нашего. Дубликат, говорит, сделаем не проблема. Ну, главное, что мы в бешеной собаке 8 верст не круг, что мы просто так прокатались. Теперь надо, я уже сказала, садись на маршрутку, езжай сам. Мы не можем отца с работы каждый раз дергать. В общем, друзья, не знаю. Сейчас, во-первых, мы дома все перероем. Возможно, мы его просто где-то дома, он лежит, этот листочек. Лично я, я просто его не помню совершенно. И Стас его не помнит. Или, может быть, он просто среди других документов потерялся. Я в военкомат отвозила документы. Может быть, там посмотреть, был ли он или нет. Короче говоря, друзья, в общем, вы поняли. Съездили мы без толку, возвращаемся домой. Спать хотим рано встали. Есть хотим, все хотим, пилить нам еще долго. У меня, друзья, сегодня открылся консервный завод. Не обращайте внимание, пожалуйста, на кастрюле. Вы видите, что я делаю? Друзья, это тушенка. Будущая. Это я собираю студента моего, потому что решила я это сделать. И тут у меня еще стоит, смотрите, вот видите, еще пять баночек полулитровых. Решила я для поддержания штанов на первое время ему наготовить вот таких вот консерв. Тушенку, а что он? Сварил макароны или гречку, мясо готовое достал и красота. И еще покажу, что буду делать. Но на всякий случай, вдруг кому-то из вас надо, как готовлю тушенку. На дно полулитровой баночки положила лаврушечку и перец горошком. Мясо нарезала мелкими кусочками. На один килограмм мяса идет одна столовая ложка соли без горки. Перемешала мясо с солью, чтобы равномерно распределить, и уложила мясо в банки. Ну, чуть выше, чем по бортике, чуть-чуть повыше, потому что мясо все равно будет в процессе варки становиться меньше кусочки, и сверху бульончиком будет с жирком это все покрыто. Вот. И сейчас закипит у меня это все в кастрюлях. В одной и во второй. И я сделаю на минимум газ прикручу, и будет у меня это в течение четырех часов все вариться. А, друзья, еще не сказала, банки у меня просто накрыты крышкой. Просто накрыты. И вот потом, когда четыре часа у меня все это дело будет кипеть, периодически я буду добавлять воду, потому что она будет испаряться. И потом я закатаю и укутаю до полного остывания. У нас, друзья, сегодня видите, какая красота. Солнце пока не палит. Прошел утро в небольшой дождик. Мы с Сашей как на природе в беседке спали опять. На речку хочется, но мы вчера приехали с Ростова и рубанулись спать. В пробке простояли долго на выезде. Авария была на выезде с Ростова. Где-то долго прям простояли. Санек идет. Вот. И так хорошо. Утром разбудил гром, гремел. Я встала в 7 часов утра и давай заниматься тушенками. Пока у меня кипит тушенка, мы с вами будем кашеварить. Значит, что я буду готовить? Я буду готовить плов и гречку по-боярски. в первую очередь я на жиру обжарила лук с морковью. Если говорить о пропорциях, я буду это делать на 15 пол-литровых банок. Значит, я взяла 6 луковиц среднего размера и 5 морковей, ну, больше крупно, больше среднего размера. Я не могу сказать, что прям сильно крупно, а чуть больше среднего размера. Теперь из расчета примерно 3 столовые ложки на банку я засыпаю крупой. То есть, вот я разделила, да, зажарку свою. Вот сюда я насыпала из расчета опять же 3 столовые ложки на банку. Я 21 ложку насыпала гречки. Гречка промытая, не замоченная заранее. И теперь я буду делать то же самое с рисом, только вот сюда. У меня на противень помещается 15 банок. Вот именно исходя из этого расчета я буду готовить сейчас. Беру приправу. У меня гречка по-боярски с мясом и плов по-восточному. И засыпаю в гречку для гречки, в рис для плова. На дно баночек, друзья, я уложила мясо. Ну, вот такой вот уровень получается. Мясо у меня не крупно порезанное. Средними кубиками. Вот столечко. Немножечко притоптала и вот придавила. И сейчас буду гречку и рис распределять по банкам. Получилось у меня, друзья, вот чуть больше пол-литровой баночки. Чуть больше половинки. Так как у меня приправа содержит соль, я в любом случае буду досаливать, но немножко. Если готовить без приправы, то чайной ложки без горки достаточно на баночку. Я буду досаливать ну совсем немножко, но вот постолька на ложечке. Совсем, совсем по чуть-чуть. Сейчас каждую баночку сверху соли положу. Лучше не досол, чем пересол, на мой взгляд. Всегда можно досолить. Теперь, друзья, я заливаю обычной, не кипяченой, холодной водой по ребрышке, по плечике вот сюда. Вот так вот. Полное не надо наливать, потому что каша будет увеличиваться в размере и может быть вкипание. Накрыла крышками, ставлю в холодную духовку на средний уровень. На нижнем уровне у меня противень с водой. Я налила ну три стакана воды я налила, на нижний противень, чтобы у меня там образовывался пар. Закрываю, включаю духовку. Уровень вверх-вниз подогрев и на 200 градусов. Как только каша закипит в банках, в банках, я на 120 и на 3 часа, на 120 градусов перевожу и на 3 часа оставляю. И смотрю, если вдруг у меня в банках происходит выкипание воды, и мне будет необходимо доливать, я долью. Я тушенку закрыла, пока горячая. Смотрите, сколько там бульончика. Я никакой воды туда не добавляла, ничего вовнутрь. Это все исключительно в собственном соку. Жарочек небольшое количество здесь вижу. Видите, я не переворачиваю банки. Если перевернуть, то жир у нас образуется снизу банки. Нам этого не надо. Поэтому вот в таком состоянии я укутываю до полного остывания. у нас сегодня, друзья, поварской день. Я пока там свои кашеварю, дела. Саша тут свои. Ох, красота какая. Рагу, друзья. Овощи, мясо. Хоть кто-то нас с голоду нам не даст умереть, да, Саша? Ага. А Саша сказал, мне каши тоже такие нужны. Очень срочно, да, Сань? Да. А зачем они тебе? Ну, так зачем, просто чтобы были. На работу взял и хорошо, да? Разогрел и красота. Я говорю, ну, покупай мясо, сделаю и на тебя. Легко. Ой, пока все в духовке стоит, друзья. Вот так проходит день, понимаете? Вот целый день с 7 утра красотень, закрывай. Друзья, после вчерашнего упорного труда Саша у меня сегодня рвется на рыбалку. Я говорю, ну, ничего не будет ловиться. Короче, он говорит, хочешь сидеть дома? Я говорю, нет, дома сидеть я не хочу. Но, говорю, ты же будешь рыбалить, мне же будет скучно. Так что, Танюх, махни ручкой. Это, это, это Юрина, это Юрина жена, да. Вот. Взяли Таню и едем. Мы купаться, Саша рыбалить. на речку. Без нее ж никак. Саша, ну, сезон, пока жара, пока сезон, надо же пользоваться случаем. У нас жара так и не спадает. Я вчера уже в беседку вентилятор вынесла. Без него вообще никак. Это что-то, это просто что-то. Друзья, мы приехали на другое место. Ну, это чисто такая, знаете, рыбалка будет. Вон до сети валяются, видите. здесь, я не знаю, что тут бережок-то есть заход, Саш? Зачем у меня заход? А нам нужен, мы купаться будем. Да, В смысле, хотите? Хотим. Что-то я не поняла. Слышишь, тут нет захода, Саш? На лавках прям. А как мы будем купаться? А глянь, сколько этой гадости какой-то на воде. А что вы собрались купаться? В зеленой воде? Я собралась купаться в зеленой воде, потому что мне жарко. А тут камыш. Может, и там дальше там берешь. Там сразу глубоко наехали, да? Да, тут глубоко. Будешь нас доставать, Александр Васильевич. Да, руку даешь, спускаешь, руку даешь, достаешь. Танюх? Глянь, сколько этих, как они называют, водомеры, водомерки. Фу, душегубка, вот дышать нечем вообще. Какая красота. Все-таки, какая у нас красивая природа. Это, друзья, называется, сейчас мы не на реке, это котлован. Котлован называется Коряжный. Его так прозвали. Почему? Потому что, смотрите, видите, посередине водоема торчит коряга. Она торчит всегда. Поэтому его называют коряжный котлован. Друзья, мы таки залезли в воду. Это, конечно, целый трэш. Здесь самая, самая мелкая глубина, я вам покажу. Вот она. Вот она. Это, это все. Дальше, дальше выход. Я говорю, Таня, ну ладно, сюда-то мы залезли. Как мы будем вылазить? Это другой вопрос. Вода просто чудо. Она такая теплая, она такая классная. На дне песок. Наша родственница здесь уже проплыла, змея. Да, хорошая, красивая, на нас похожая. Мы никого не боимся. Мы получаем истинное удовольствие, друзья. Мы даже уже Сашу искупали. Ни разу колокольчик даже его удочки не дели, не дели, вообще ни разу. Единственный минус здесь, это трасса, рядом трасса и вот этот гул, бесконечный гул машин. Вот вы сейчас слышите, наверное, мотоцикл, он по другому берегу вообще едет. А в целом, друзья, нам очень хорошо. Я думаю, что вы будете свидетелями того, как я отсюда буду вылазить, потому что я не знаю, как мне это сделать. Пришло время выползать. Оказывается, это дерево хорошее, крепкое, крепкое. Друзья, трогец. Есть! Я, друзья, собралась в центр города. Пожареете просто нереально. Попросила папу меня свозить. Саша на работе, а мне нужно попасть в центр. Во-первых, у меня Слава на море нашел чужой крестик. Дома чужие кресты я не храню. Я вообще всегда запрещала когда-либо поднимать, но он подумал, что я ему не поверю, что он нашел и принес этот крест домой. Вот. Я дома не храню и как правильно поступить, я не знаю, поэтому я решила съездить в церковь и отвезти этот крестик туда. Дальше мне нужно попасть в магазин пряжи. У меня не хватает плюша, попытать счастье, вдруг хоть какой-нибудь плюш есть. И помидоры закончились. На рынок надо за помидорами сгонять. Мы со Славой без помидоров жить не можем. Саша у меня ест огурцы, а мы едим помидоры. Вот. Жарко уже с утра просто выпекает. Я не знаю, это ни конца, ни краю этой жаре просто нет. И по прогнозам не предвидится какого-либо похолодания. Так что выживаем, друзья, как можем. Друзья, вернулась в церкви и хочу вам рассказать, значит, что мне сказали. Я объяснила ситуацию, что крест найден туда-сюда, что не хочу дома хранить чужой крестик. Мне сказали, вы не правы. Можно хранить крест, это оружие спасения. Я говорю, ну я не хочу, потому что я много раз слышала, что чужие кресты нельзя дома хранить. Она говорит, нет, это неправда. Но я говорю, ну тем не менее, она, ну оставляйте. Оставила в церкви, но думаю, мало ли, вдруг у кого-то когда-то такая ситуация будет. А я еще выхожу, с крестом в руках снимала вам, да, а папа позвонил в это время и говорит, я буду минут через 15-20. Я зашла домой, поставила сумку, положила крестик. Думаю, а что я буду на жаре стоять, я под кондиционер. Вот, выхожу и крестик забыла. Села в машину, говорю, ой, папа, подожди, говорю, крестик забыла, вернулась, забрала этот крест, а папа тогда еще говорит, так может, это его отдавать? Не надо. Это то, что такая вот ситуация сложилась. Просто если вдруг когда-то вы найдете крестик, не пугайтесь, оказывается, хранить чужие кресты дома можно. Но я считаю, что это крестик не тот случай, на котором нужно наживаться, да, хоть он и серебряный, явно принадлежал мужчине, все равно это не наше, он несет свою какую-то энергетику. Я не знаю, почему я так думаю. И мне, допустим, неинтересно иметь чужие крестики в своем доме. Друзья, я на сегодня буду заканчивать свой влог. Пойду заниматься делами дальнейшими.